Эффективность этой замены была очень сильно оценена производителями и, соответственно, производителями бумаги и картона, поэтому было принято решение сделать такую же самую разработку для ГОФ-агрегата. И первая сетка была запущена в Швейцаре в 1998 году, и это можно, скажем так, так назвать историей развития спиральной сетки на ГОФ-агрегатском рынке. Чего? Не рисковывается. Господи, я прошу прощения, взял не в ту руку, как говорится. Спиральная сетка поставляет спиральные нити, скрученные и соединены параллельно продольными нитами вдоль ГОФ-агрегата, точнее поперечными нитами. Все элементы сделаны из полиамида и громкие сетки, обработанные термостойким полуэтаном. Какие преимущества дает спиральная сетка для ГОФ-агрегатов? Первое, самое главное преимущество, это большая воздухопроницаемость спиральной сетки. По сравнению с ГОФ-сухнами, если у ГОФ-сухна воздухопроницаемость порядка 25-35 CFM, то в спиральной сетке это достигается 1200-1100 CFM. Также сетка имеет малый вес, по сравнению с сухнами, 20-20 раза она легче, соответственно и нагрузка на привод уменьшается. Сетка сделана таким образом, что каждое звено является по сути швом. То есть маркировка от шва отсутствует, и это очень важно при производстве мелких видов ГОФ-картона, профиля Е, даже Б, отсутствуют забивки на БРС, отсутствует отпроковка на линиях переработки, по некачественной печати, в месте продавления шва. Также сетка, поскольку она легкая, ее легко монтировать на ГОФ-агрегат, легко ее обслуживать. Сетка в течение всего сроковой эксплуатации имеет постоянно стабильную открытую структуру. То есть при установке новой сетки и при уже демонтаже ее в конце срока службы, ее технические характеристики практически неизменны. Там, если можно, на каких-то пару процентов за счет внутренней пыли, которая бывает в нашем производстве. Каждое звено является швом, поэтому сетку можно ремонтировать. То есть если по какой-то причине попал болт, гайка, еще какие-то произошли аварии, то можно поврежденный элемент полностью удалить и сшить сетку назад, и она опять пригодна к работе. Крахмальный клей, пыль, бумага с крахмальным клеем к этой сетке не прилипает. Если она и прилипает, то в проходении циклов оборота по существенному столу крахмальный клей высыхает и выкрашивается. У него материал не обладает клейными свойствами, поэтому крахмальный клей практически на 100% не прилипает к поверхности нити. Сетка себя зарекомендовала на всех гофроагрегатах, которые сейчас выпускаются на нашей промышленностью, вместе с нашей гофротарной промышленности, не российской, а гофротарной. И очень хорошо работает на скоростях свыше 200 метров, где реально можно увидеть все положительные качества работы сетки. Срок службы сетки не отличается от сроков службы сушильных традиционных сухов. Конечно, это зависит во многом от качества гофроагрегата, от квалификации машинистов, но в целом традиционно срок службы конкретного предприятия сухна равняется сроку службы спиральной сетки. Как я говорил ранее, при меньшей массе сетки у нас снижается нагрузка на привод. Снижение нагрузки на привод нам дает экономию от 25 до 55%. В среднем нагрузка снижается на 30-35%. В деньгах это выглядит порядка 8000 евро. Это мы берем, ну КПД здесь взял, наверное, высоко, 75%. Хотя в предыдущем докладе я говорил о том, что 48% агрегата у нас работает. Ну, в любом случае, даже если пересчитать от 75 до 48, цену мы увидим экономию порядка 6000 евро. Так как спиральная сетка обладает совсем другими качествами работы, что имеется в виду, если сушильное сухно у нас должно влагу с гордона принять на себя и на обратном ходу отдать в атмосферу, то спиральная сетка, этот процесс происходит сквозь себя. Соответственно, давление пара сушильных плиток тоже можно уменьшить или увеличить производительность сбоку агрегата. То есть, в любом случае, удельный расход пара будет снижен. В деньгах это выглядит в цифрах 25 тысяч евро в год. Все эти расчеты были сделаны на реальных предприятиях, поэтому цифры получены в конкретных предприятиях, в конкретных людей. Но здесь я еще хотел бы добавить, что это не был этот расчет сделан по пару. Мы сделали на одном предприятии, по электроэнергии сделали на другом. То есть, что было важно в конкретном предприятии, тот экономический эффект и был определен. Но какая бы ни была экономия по электроэнергии по пару, самое главное, как она помогает или не помогает технологам. Если у нас гофокартон сушится быстрее, соответственно, влага уходит более равномерно по всей ширине. И проблемы с кораблением снижаются довольно-таки значительно. Вот пример расчета конкретного предприятия. Снижение всего на всего на 0,1% в месяц 3 тысячи евро, а вот 36 тысяч евро. При этом стоимость сетки при этом экономия окупается в разы. Так как картон высыхает быстрее, то практически отсутствует расклейка по кромке. То есть, на ПРС продольные ножи картон уже не разрывает, как это происходит при работе с традиционными сутками. То есть, здесь снижение брака происходит на этом предприятии, где делался расчет на 0,01%. Экономия в год вышла 3 тысячи 600. В данный момент в России достигнут рекорд скорости при производстве 500-могофа-картона марки П-32 в 330 метров в минуту. Эта скорость не являлась рекордной в плане как пиковой. Эта скорость является рабочей на одном из предприятий России. Некоторые комментарии европейцев. В целом, все сетку хвалят. Каждая, причем предприятие видит в этой сетке какой-то свой плюс, то, что ему мешало в этой жизни и работе с традиционными сутками. Но хотелось больше осознать внимание на российских и украинских потребителей сетки. Эл-ПАП. Сетка работает уже в течение четырех лет на одном агрегате. На втором агрегате сетка установлена с момента пуска. И важным критерием оценки работы сетки – это отсутствие необходимости кондиционирования заготовок перед линией переработки. Рубежанский комбинат работает на сетке с 2014 года. За это время они сделали свои расчеты, которые… Вот здесь цифра 160 тысяч евро – это та цифра, которая была получена технологами. Но генеральный директор, конечно, этот отчет не подписал. Вы понимали, что чудес… Таких чудеса он не поверил. Ниш картон установил сетку в январе 2016 году. Так как на этом предприятии отсутствует достаточно места для внутрицехового хранения заготовок, снижение времени кондиционирования заготовок значительно снизило простой переработки. Все заготовки срабатываются практически сразу после выпуска двух агрегатов. Спасибо большое за какие-то вопросы. Сергей, спасибо за презентацию. Хотел спросить, что из вашего опыта общения с национальными потребителями сетка удерживает людей от перехода на сетку? Ну, по моему мнению, одной из удерживающих факторов все-таки является, наверное, консерватизм. И, ну, сетка, она тоньше сухна, она толщиной всего 4 мм. Она выглядит, по мнению многих технологий, какой-то хрупкой, какой-то тоненькой. То есть, а мы все привыкли по сухнам ходить. Там сухно у нас забегает на стадину сушильного стола. Сухно в этом не рвется, а сетка в этом случае может повредиться и притернегодность. И нужно следить, опять-таки, за работой сухнаправки, за работой концевых выключателей, которые должны эту сухновь и сетку остановить в процессе набегания на покой из стадины. Поэтому здесь, как бы, факторов много, но если технологи понимают эффективность работы сетки, то они все эти факторы, которые у них отсутствуют, они все пытаются привести в порядок. То есть, наводить работу сеткинаправок, наводить работу концевирующих выключателей, отрегулировать и отпустить в работу в форматах ограничителей подачи клея на следующем станке. Это связано с тем, что клей, переносящийся к установленным горфокартоном, попадает на сушение плиты, засыхая на плитах, может повредить сетку, просто надо как абразивную ее остановить сточить. Такие случаи были, поэтому, если технологи к этому готовы, к этой работе, причем эта работа не является дополнительной, она является стандартной процедурой, стандартным условием любого гофроагрегата. Ну, я именно говорю о современных гофроагрегатах. Понятно, что есть старые, которые работают в немножко других режимах, но все современные гофроагрегаты, выпущенные как минимум за последние 10 лет, они этими всеми функциями обладают. Но не у всех это все работает идеально. Скажем так. Еще вопрос. Какой вы оцениваете процент гофроагрегатов сейчас работает на сухне, а какой работает на сетке? И что будет в ближайшие 10 лет? Процент, я бы сказал, даже 0,0 тисячных процента, там, 10 тисячных, потому что всего у нас сейчас в России 4 предприятия, которые используются в сетке, в России это одно предприятие, поэтому 5 предприятий и сколько у нас гофроагрегатов, даже процент, нельзя говорить об этом проценте. Но перспектива замены все равно, она существует, она есть и она неизбежна, потому что на ВДМах это происходило так же мучительно долго. То есть мы все машины перешли в один момент. Это все шло очень мучительно, долго, но сейчас вряд ли мы найдем какую-либо ВДМ в СНГ, Абмию тем более, где вы в сушильной группах применялись в лесу. Это есть сейчас эти предприятия, есть, я их видел, они здесь работают, ну, как не полностью вся сушильная группа, а хотя бы там одна из групп все-таки еще работает в сухне. Но есть фактор такой, влияющий, там нет денег, чтобы ее модернизировать, потому что там требуется замена валиков, замена приводов. Здесь какие-то есть именно технологические, технические изменения должны быть. Поэтому здесь произойдет процедура перехода к сеткам или к открытым сухам, потому что сейчас наши, скажем так, конкуренты делают сухна тоже более открытой, потому что скоростные агрегаты требуют подметить от скорости, а это влага, которую нужно удалить за меньшую дальнюю сопрение. Поэтому в сетке, в сетке, в сухне производить сетки и сухна более открытые. Как быстро? Ну, хотелось бы верить в лучшее, может, лет за пять. Но думаю, что за пять лет ситуация в Квартинаре не изменится. Но это мое очень мечтание. Квартинаре не изменится. Квартинаре не изменится. Квартинаре не изменится. Квартинаре не изменится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok